доброе время суток друзья слушатели-смотрители канала твая рыбалка как жаль что камера запаха мне передает которая вот сейчас конкретно окружают у нас день тестов утром тестов поэтому мы на нашем я не знаю какой синоним придумать на нашем дружеском водоеме вот так скажу это чп ставки как проехать вы уже все знаете почем стоит порыбачить и получить удовольствие вы тоже знаете поэтому добро пожаловать к нашим ребятам к нашим наверно уже сказать партнером друзьям а сегодня у нас в общем название у него впечатляющий вот 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 Продолжение следует... 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 тест от 0 3 грамм секундочку пока шел к воде из внутри рампа стал мормышенца вот такого вот клопеныша вот такого ну и первый заброс у нас какие-то впечатления о том как как она что она в общем где-то сейчас вес получается 0 75 примерно примерно это не точно заброс очень неплохо он был пробу отработка вершинки имеет место то есть вот этот вес у вот этот вес очень даже неплохо вершин . показывай сейчас еще раз попробую было поклевочка хороший заброс реально хорошие ну ребят хорошим моим хороших хорошим моем понимании относительно все в этом мире относительно очень очень даже неплохо очень даже неплохо там какая-то мелочь пузатая ходит попробуем другую сторону сейчас попробую побросать эти весом и сейчас еще забросиков парочку ну сейчас такой заброс метров на 89 неплохо правда неплохо дальше попробуем забросик сделать эх ты только заброс вот за вот эту 7 8 метровую зону сделал опана сразу к нам гости сразу к нам гости пришел полосатый товарищ как бы комментируя поклевку в руку сейчас дружище подожди давай мы тебя освободим подарю в руку все было слышно ну будем говорить так а кухня вая окуневая утренняя поклевка она дерзкая надо к вам поэтому мы и услышали и как бы увидели и вам показали дальше я думаю думаю друзья самое время сейчас укрупниться и поставить 1 грамм с приманкой и попробовать как бы и забросик увеличить по дальности и получить новые впечатления от этого инструмента в общем ставим один грамм приманка общий вес где-то будет одна целая две десятых 1 25 грамм он как-то так и продолжаем укрупнились целый грамм у нас теперь вот такое вот а ну-ка дружище а вот так вот он должен быть и опять же забросы первый заброс грамма с приманкой ну где-то порядка так 3-4 метров плюсом забросу ну один из слушателей смотрителя я сказал там на порядок дружище ну все же прекрасно понимает и значение слова порядок и заброс и прочее прочее при балках забросу где-то три-четыре метра есть реальных есть проводку вершиночка чутко отыгрывает граммчик вопросов нет никаких упана поклевал чик был да тут спать не приходится полосатая друзья на чеку так скажем сейчас возьмем и чуть-чуть правее сделаем заброс не неплохой заброс правда неплохой упана 702 длина очень приятно приятно в плане заброса то есть если ваша рыбалка приходится на парапеты которые практически подходят напрямую к воде на какие-то возвышенности вам и метр восемьдесят и метр шестьдесят хватит инструмента а если надо как бы где-то подойти к кустикам где-то невозможно подойти вот то чем длиннее палочка тем дальше заброс будет перейду на более тяжелый вес я думаю полтора не будем ставить а поставлю 2 и увеличу размер приманки и где-то как-то ну мы наверное подойдем к весу заявленному то есть мы по верху с вами прочитали 3 грамма перевяжемся и включаем укрупнились перевязались вот такой монтажик и попробуем как себя инструмент ведет вот с такими грузами заброс реально хорош теперь самое время полосатых товарищей поискать где тут у них лежбище при забросе провала нет то есть при забросе 2 грамма плюс приманка провала нету вершинка отработала и знаете такое впечатление что как раз вот час от вершинка работает так как она должна работать она не проваливается она под нагрузкой достаточно неплохо себя ведет иногда задают вопросы по поводу краш теста ребят я такой ерундой не буду заниматься ну написано люди которые разрабатывали на ней думали они не зря написали что вот тест такой-то да иногда бывают проблемы с тестами то есть они могут быть занижены могут быть завышены вот у меня интересует вот то что написано а вот посмотрите строю удилища виден вам обозрите хорошо работает вот на вываживание равномерно так это приятно ну кто ты там ну покажись ухты ёшкин кот вот такой мы мостный пацан представитель окунёвых посмотрите какая красота какой ну ну я тебя снимаю а ты это самый хорошо давай сделаем так давай освобожу тебя от крючка и пожалуйста ну сейчас отпускаю спасибо поклевочка была хорошая поклевку было слышно атаковал приятно продолжим сейчас попробую пройти вдоль берега прокидать проловить возьму только маленькую камеру хочется вот почувствовать но груз изменю поставлю полтора грамма и поставлю приманку хочу попробовать вот в таком два неплохо честно говорю неплохо даже вот с таким вот размером приманки вот таким вот размером приманки все как бы очень даже неплохо получается пройдусь вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, маленький итог, то есть резюме, ну как бы, что мы имели в руках. Конечно, ветер не дал нам насладиться и понять, все вот как бы раскрыть, все стороны этого инструмента. Но, первое, начнем по надписям, которые здесь написаны, ROGFISH. О, вот здесь, стопроцентно. Это интересный инструмент для ловли донной рыбы. И, соответственно, вершинка, клеечка хорошо работает. Но это где-то 0,8 грамм, 2 с хвостиком. Вот ее диапазон. Поставил вот 3 грамма, попробовал просто ветер, думаю, ну как бы бросить чуть-чуть дальше. Это не ее. Это не ее. Даже 3 грамма ей вот так вот тяжеловато. Дальше. По дальности заброса вопросов никаких нет. Рост, который свыше, ну она идет 702 длина. То есть это 2,13, по-моему. Не буду сейчас перемножать. По-моему, ну за 2,10. Очень приятен и очень нужен. То есть ловить хорошо. При такой погоде, вот когда есть волна, когда есть ветер, да, опустили вершинку и начинаем работать. То есть не надо складывать удилища, садиться в машину, уезжать с водоема, а можно дальше продолжать ловить. Еще какие впечатления. Поклевки. Ну, вы знаете, что окуневые поклевки, они достаточно бойкие и шустрые. Я их чувствовал через бланк. Передача идет очень-очень неплохая. Я не скажу, что он сверхзвонкий, но реально я все это слышал. Палец положил. По энергоем... Как это правильно, Серега, назвать слово? По энергоемкости или как бы... По удобству. По эргономике. То есть по нашему, по-простому, по удобству. Все нормально. То есть рука легла, усталости в кисти нет. Если баланс подобран по катушке правильно, то как бы можно долго-долго пользоваться, и не будет никакой усталости. Ложка дегтя в этом даже не в бочке, а в большой емкости беда есть. Вот... Вот это вот название, ребят. Если это ВАУ, так это должен быть и шрифт такой. ВАУ. Вот посмотрите, я вот... Как красиво написано ЗЭМ. Вот это вот разработал гений. Это четко, это красиво, это узнаваемо, это благородно. Зачем вот эта белая полоса, вот это вот, я не понял. Куча цветов на бланке. То есть, когда спиннинг переходит из разряда непонятных в разряд хороших инструментов, я думаю, вот этот вот дизайн надо поменять. Это моя субъективная точка зрения на объективность. Я просто работаю топовыми японскими палками. И мне хочется, чтобы украинская была такая же. И по характеристикам, и по внешнему дизайну. Не судите строго. Но это моя точка зрения. Потом вот эта выделенная ее С702 длина КСУ. Надо ли это выделять? Вопрос. То есть, все, что можно, все характеристики, можно было спокойно вот здесь вот сзади где-то аккуратно написать. Человек, покупая спиннинг, один раз считает эти характеристики. Один раз. Все остальное время он ловит и получает удовольствие. Вот. Я бы дизайн изменил. Я бы дизайн изменил именно вот дизайн надписей. Ну, понимаете? Вот это, вот это уже очень серьезная заморочка на Японию. Вот это, вот это какой-то отголосок Китая. Ляповатый, белый. Дальше. Опять же. По вершинке. По вклейке. Здесь ядовитый лимон. Потом дальше белая. Вопрос. А для чего вы сделали белый цвет? Говорят, что его видно хорошо. Это абсолютно неправда. Вот сейчас оно очень некомфортно. Белый цвет вообще японцы придумали, когда они ночью ловят. Повторюсь. Буду вредничать. Я очень хочу и надеюсь, что так оно и будет. Что наше произведение спиннингового искусства будет качественным. Будет... Понимаете? Вот это вот... Как это правильно? Ну, тут уже эмоции поползли. Вот эта часть, это... Как бы откуда-то оттуда срисованная. Она уже можно делать свое. Вот на этом спиннинге, на конкретной модели, можно уже делать свое. Сделать... Ведь правда фильм говорит, там 50 оттенков серого или черного. У серого цвета есть шикарные, благородные, достаточно насыщенные оттенки. Но сделайте ее серой. Вот. Сделать намотку колец и выделить вершинку тоже можно. Это даже, наверное, интересно. Но делать ее вот такой, не знаю, надо ли или нет. То есть, в целом, мне инструмент понравился. Реально. Если вот не выеживаться, а вот посмотреть на то, как сделан продукт, то хорошо. И для себя бы, если бы покупал, убрал бы и написал бы импрессив. Действительно, как импрессив, как звучит перевод. Убрал бы вот это вот, перенес бы сюда и сделал бы вершинку. Я думаю, что, наверное, вот этот яд убрал бы вообще цвет. Просто бы убрал. Я его не понял, зачем он нужен. А вот эту часть бы сделал, ну, наверное, так вот, светло-серой. И оставил бы вот такую вот, как бы, подчеркивание, что это вершинка, вот именно по намотке колец. Вот обмоточку, это бы оставил. Но говорю, это субъекю. Спиннинг у ребят удался. Реально удался. Есть у кого финансовая возможность. Обратите внимание на этот инструмент. Это уже дизайн, шмазайн, это уже дело такое. Это как бы личное. И, может быть, даже баловный стал. Может быть, не спорю. Но, повторюсь. Хотелось бы было же все. Все прекрасно. Посмотрите на этот инструмент. Финансовая возможность. Есть у кого, покупайте, будете пользоваться. Повторюсь по тестовым диапазонам. От грамма до двух. Это, вернее, от 0,6 плюс приманка до двух плюс приманка. Пацан себя ведет очень хорошо. Заброс полностью, как бы, оправдывает. И сверхмаленькие приманки, и сверхмаленькие грузики. Все интересно. Поэтому обратите внимание. Вот такой товарищ. Очень даже может послужить вам интересным. Как бы, знаете, хороший такой шажок в мир ультрика. Хороший. Интересный шажок. Я сейчас молчу умышленно про кольца Торзайт. Они здесь к месту. Они действительно облегчают, разрушают вершинку. Потому, как она чувствительна. Ей надо и свои функции выполнять. А при забросе она должна быть немножко жесткой. Для того, чтобы дальше приманку выбросить. Ну, вроде как, все даже и неплохо. Полностью, как бы, оправдывая рокфишевое название этого инструмента. Говорю, чуйка понравилась. Вот, честно говорю, понравилась. Вот это только кусочек. Потому, что ты все время смотришь и смотришь на него. Вот и будет классно. Добра вам. Процветание. Подписывайтесь. Говорите, рассказывайте. Делитесь информацией. Говорю, почему? Это то, что я говорю. Это просто моя точка зрения. Я взял, посмотрел. Ну, это уже шаг, товарищи. Это реальный шаг. Шаг в сторону туда. Там, где все хорошо. Всего доброго. До новых встреч. Наверное, как бы так, да?